Добрый день! Поскольку времени не очень много, то я сразу начну рассказывать. Лекция будет состоять, как обещано было, в анонсе из двух частей. И первая часть будет про процедуру голосования. Это не про то, как устраивать кабинки, там должны быть прозрачные ящики или непрозрачные, вот это все не важно. А идея такая, что у нас есть какие-то выборы, в них есть какое-то количество кандидатов. Каждый избиратель упорядочивает этих кандидатов по тому, как они ему нравятся. Первый самый лучший, второй похуже и так далее. Давайте считать, что никто не воздерживается и бюллетени заполняются полностью. Это будет все-таки некоторая математическая абстракция, но этого практически для всего, про что я буду говорить, это несущественно. И вот, значит, избиратели проголосовали и теперь надо определить победителя. То есть нужна процедура, которая глядит на эти ранжированные списки и сообщает, кто в этих выборах выиграл. А чего мы от этой системы хотим? Ну, например, что если два избирателя просто поменяются бюллетенями, то результат от этого не должен измениться. Это вроде бы кажется разумным. Если вдруг все кандидаты, все избиратели поменяют местами каких-нибудь двух кандидатов, то тот, кто был... Значит, ну, соответственно, поменяются их результаты. Если кто-то из них был победителем, то вот после такой процедуры полной замены, соответственно, другой должен стать победителем. Если никто из них не был победителем, ну, тогда ничего не должно измениться. Первое – это симметричность относительно избирателей, второе – это симметричность относительно кандидатов. Ну, и третье, что если часть избирателей передумала и отобрала там какого-то кандидата, поставила пониже, то не может так оказаться, что он до этого проигрывал, а после этого стал выигрывать. И наоборот, если часть кандидатов передумала и какого-то кандидата поставила повыше, то не должно так получиться, что он выигрывал, а после того, как кто-то ему дал еще более высокое место, он стал проигрывать тоже вроде бы казалось кажется довольно естественным пожеланием но давайте например такие бывают несправедливые выборы ну например все проголосовали а потом победитель определяется случайно просто не глядя на результат голосования и это не нейтрально нарушается вот это вот правило про поменять местами кандидатов потому что его ставят ниже он все равно так сказать этот случайно остается победителем ну или например выборы такие все проголосовали а потом председатель избирательной комиссии достает конверт запечатанный из сейфа и объявляет кто на самом деле был победителем не считай бюллетеней но тоже вроде бы не очень хорошая система опять-таки нарушается вот это вот правило симметрии относительно избирателей ну или например все проголосовали а потом берется выделенный бюллетень например михаил сергеевич гельфанда и победитель определяется просто соответствии с этим бюллетенем на все остальные не смотрят то есть вот такой вот диктатор который все определяет тоже вроде бы не очень хорошая система ну потому что нарушается вот это правило симметрии относительно избирателей да у нас появляется выделенный избиратель который все решает но это как бы такие понятно что это так никто не голосует но всяком случае в нормальной ситуации и никто не считает давайте попробуем какие-то более разумные системы если у нас всего два кандидата то проблемы никакой нет мы просто смотрим кто получил больше голосов да если их два кандидата то соответственно порядок может быть только первый второй или второй первый ну и мы смотрим кто больше раз был первым ну там для этого должно быть нечетное количество избирателей чтобы не было равенства голосов но это там техническая деталь тоже бог с ней есть теорема довольно старая что это правило хорошее что она вот в этом правиле при при такой избирательной системы выполняются наши аксиомы которые мы заложили в самом начале а я не понимаю почему эта теорема по моему это довольно простое утверждение но в общем за кучи мы его свое время сформулировал когда два кандидата все очень просто считаем кто больше раз был первым проблемы начинаются когда у нас кандидатов много ну например вот можно придумать правила относительного большинства с много кандидатов то победителем считается тот кто больше раз занял первое место на самом деле в привычных выборах такое тоже часто бывает там нет ранжировetic списка но когда все голосуют за кого-то каждый калах и избиратель или голосуют за кого-то одного это эквивалентно и потом берут значит того за кого проголосовали а большинство на самом деле эквивалентно вот этому правилу относительно большинства а нравится ли вам эта избирательная система ну это кому нравится замечательно кому не нравится вот смотрите что при этом бывает а представим себе что у нас три кандидата едва очень похожи они оба хорошие но у них но они практически неразличимы да у них очень похожие избирательные программы там какая-то партия не смогла договориться раскололась на 2 и выставила двух кандидатов шин неотличимых по своим убеждениям что тогда получается что они разделяют голоса от своих избирателей и тот до которого на самом деле за программу которого проголосовала меньшинство он становится победителем вторая система вторая возможная ситуация что это спойлер да и такой человек который мы скажем он просто однофамилец как бывает кстати вот на выборах иногда регистрируют однофамильца чтобы несколько процентов голосов у кого-то отобрать что получается опять-таки за него проголосовало бы большинство 48 плюс 3 но эти трое просто ошиблись ну или там какие-то не были соображения опять-таки спойлер отобрал голоса у вот этого самого хорошего джонса победил сми это на самом деле почти что одна и та же ситуация просто но такие крайние случаи когда ты понявшийся спойлер забирает все больше и больше голосов то мы постепенно оказываемся в ситуации раздела голосов и наоборот когда этот раздел не совсем ровный то тот кто кто набрал вот не ровно по 26 а у одного было бы там я не знаю 40 а у другого сколько там осталось 12 до тот тогда можно было бы считать что тот кто набрал 12 лет на самом деле спойлер это теоретическая ситуация так бывает жизни причем это реально влияет на там судьбы мира я бы сказал значит эта история которая случилась не все примеры в этой части лекции в основном будут из американской жизни потому что просто не брал из американской книжки я потом ее покажу значит смотреть что случилось там довольно сложная система выбора президента в соединенных штатах но в 2000 году критическими были выборы штате флорида и смотрите как там голосовали люди значит тут разница между бушем и гором это там 500 с чем-то человек 500 небольшим а всего примерно по три миллиона до 500 на фоне трех миллионов это какое-то ничтожное количество куда же делись эти 500 а вот был такой человек райт нейдер который собрал 100 тысяч это опять-таки ничтожно мало по сравнению с тем что набрали два главных кандидата но он отобрал голоса убора это все понимают то есть за нейдера голосовали такие значит крайне экологи там люди левых убеждений и только страшном сне человек голосовавший за нейдера хотел бы видеть буша президентом но эти чудесные люди и в гор был недостаточно экологично недостаточно значит вот недостаточно такой ну левый там по американским меркам да им хотелось еще более крайнего эколога они отобрали голоса не проголосовали за нейдера отобрали голоса у гора президентом стал джордж в буш младший и таска тем кто интересуется новейшей историей можете почитать какой им был президент неочевидно что гор был бы лучше но эти люди реально решили там очень много чего даже шире чем сша вот эта типичная ситуация что может случиться когда происходит голосование по правилу относительно большинства так что те кому эта система не нравилась могут этим пользоваться значит почему так получилось потому что про система относительного большинства она учитывает только как бы одно предпочтение самое главное вот кто самый лучший и не учитывает то как определяются предпочтения дальше даже если мне скажем двое нравится два кандидата на дни нравится чуть больше то все да вот тот факт что кто-то мне тоже нравится он уже никак не учитывается вот придумали в середине 20 не 20 19 века правило борда который устроена так здесь нас н кандидатов то за последнее место мы не начисляем ничего запрет последний единичку и так далее за первое место начисляем больше всех вот мы посчитали все бюллетени тут уже играют все предпочтения не только один год за самого лучшего кандидата мы посчитали все бюллетени выигрывает тот кто набрал больше всех очков нравится ли вам такая система давайте опять кому нравится замечательно кому не нравится нравится больше значит смотрите что получается ну значит такой критерий относительно большинства нарушается это понятно но вот смотрите пример это не выборы это сказать это выборы опрос среди экспертов выбирали лучшую команду в американский футбол и смотрите что получилось вот небраска ее самый лучший назвали 26 человек если суммировать а сколько здесь всего то тут будет а 50 этих вот экспертов которых опрашивали то есть небраска за небраску проголосовали 26 человек из 50 это абсолютное большинство а по правилу борда победил нотр-дам он набрал больше очков почему так получилось потому что не браске по видимо была парализованная от наш такой полярные отношения люди либо считали ее самый лучший либо считали совсем так себе ее редко ставили на 2 3 места она соответственно потеряла эти очки а нотр-дам он тоже был очень хороший но даже тем кто не считал нотр-дам самым лучшим они его считали вторым соответственно он небраску победил Но, опять-таки, если это не выборы американского футбола, а выборы президента То система, которая нарушает правила абсолютного большинства Система, в которой может проиграть кандидат, которого хотят видеть победителем больше половины избирателей Вроде тоже как-то противоречит здравому смыслу Давайте попробуем это учесть Давайте введем еще один критерий Давайте введем критерий Кондарсе Победитель Кондарсе устроен так Что если бы у нас было не N кандидатов, а двое То в таком парном соревновании он бы победил любого другого кандидата Тогда такой кандидат называется победителем по Кондарсе Критерий Кондарсе состоит в том, что если такой победитель существует в результате выборов То он должен быть объявлен победителем выборов вообще Если наша система вот так устроена, говорится, что она удовлетворяет критерию Кондарсе Критерий кажется очень разумным Если я в парном соревновании оказываюсь с точки зрения избирателей лучше любого другого кандидата Ну, наверное, я самый хороший кандидат и есть А победителя Кондарсе, опять-таки, в результате конкретных выборов может не существовать Но если он существует, мы хотим, чтобы наша система его и выбрала Ну, правила относительного большинства нарушают критерии Кондарсе Это легко убедиться, я не буду сейчас тратить время В принципе, я мог бы вам дать 5 минут подумать, вы бы сообразили, почему Просто привели бы пример А я приведу пример тоже очень смешной Значит, Джесси Вентура Там вообще в 98-м году были очень смешные выборы в Америке Там появилась новая партия реформ, которая довольно много голосов набрала Ну вот, в Миннесоте победил Джесси Вентура, набрав 37% голосов Значит, Джесси Вентура, чтобы понимать, это бывший рестлер Значит, рестлер, это такие колоссальные дядьки, все в татуировках Которые дерутся на публику, так сказать, так вот То, что называется американская борьба, рестлинг Да, там полностью написан сценарий, там нет никакой импровизации Но вот есть люди, которые любят на это смотреть Они там сначала лупят друг друга, потом судью, потом зрителей В общем, это целая такая веселая история Значит, если вот в штате Миннесота оказалось много любителей этого дела Значит, проиграли два таких кандидата Ну, традиционных, демократ и республиканец Значит, дальше там выборы, когда за одного кандидата надо одного выбрать просто Но проводили социологические опросы, которые, по-видимому, примерно показывают Как люди бы голосовали, если бы была система, вот как мы хотим С ранжированными списками Так вот, любой из этих двух победил бы Вентуру, если бы с ним встретился в парном соревновании Почему так получилось? Потому что люди или уже ставили Вентуру на первое место, или уже на последнее Да, то есть ты либо любишь рестлинг, либо ты ненавидишь рестлинг Но никто не относится к рестлингу равнодушно Да, чтобы подумать про что-нибудь другое Значит, ну, в общем-то, опять-таки, я не буду тратить время, чтобы посчитать арифметику Но любой из вот таких вот традиционных кандидатов Вентуру бы победил в парном соревновании Та же самая история, да, они разделили голоса людей, которые, так сказать, хотят видеть политику все-таки политикой, а не рестлингом Вот они их разделили, поставили Вентуру на последнее место Вот это вот было нормальное соревнование, значит, республиканцев с демократами Бабах, значит, Вентуру выиграл Получилось неаккуратненько Давайте попробуем с этим бороться Значит, что мы решили, да, что если человек попарно выигрывает, то он должен стать победителем Но всех со всеми, значит, мы сравнивать не будем, мы сделаем так Мы возьмем, там, случайным образом по жребию распределим кандидатов Возьмем первых двух, посмотрим Вот если мы забудем про все остальные места в бюллетене, посмотрим только на этих двоих Посмотрим, кто из них чаще был лучше, чем другой, неважно на каких местах Оставим его Возьмем следующего по списку Опять сравним двоих, ну и так далее Устроим такую серию попарных соревнований В каждом раунде победитель выходит в следующий раунд В конечном счете остается один, как в фильме Горец Нравится ли вам такая избирательная система? А почему не нравится? Тем, кому не нравится Потому что кто-то, кто мог пройти последний тур, может на первом туре Да, совершенно верно Эта система страшно неустойчива Она анонимная, монотонная, она не нейтральная Там результат очень сильно зависит от того, в каком порядке мы устраиваем эти сравнения Что нехорошо Да, мы хотим, чтобы все-таки роль случайности не была Значит, вариант этого Единственный передаваемый голос, тоже середина 19 века Вообще, в 19 веке люди сильно озаботились тем, как бы устроить разумные выборы Сделаем следующее Вот у нас есть наши ранжированные списки Мы уберем кандидата с наименьшим количеством первых мест Просто вычеркнем Опять пересчитаем Опять уберем того, у кого наименьшее количество первых мест Опять вычеркнем Ну и так до конца То есть, у нас теперь порядок сравнений не случайный А вот, так сказать, мы людей смотрим Значит, убираем все время тех, кто имеет вроде бы меньше всего шансов Я уже не буду устраивать голосование В общем, тоже можно предъявить пример Когда эта штука не удовлетворяет критерию Кандарсе Когда кандидат победил бы каждого в парном соревновании А вот в результате этой системы единственного передаваемого голоса Он не побеждает А почему она называется единственный передаваемый голос? Потому что фактически Вот в этой системе избиратель как бы говорит Что мне больше всего нравится Смит Но если не Смит, то ладно Джонс Но если не Джонс, тогда ладно Питер Если не Питер, то хрен с ним Буш Вот Вот эта система эквивалентна на самом деле тому Что каждый кандидат сообщает избирательной комиссии Вот эти сведения про себя Ну хорошо Давайте попробуем еще понять, что с этим можно делать Значит, что еще разумно? Независимость от посторонних альтернатив То есть если после голосования Но до объявления результатов Кто-то из кандидатов, не дай бог, помер Мы не хотим, чтобы это повлияло на результаты выборов Ну только если он не был победителем, естественно Что если какого-то кандидата Просто вычеркнуть из всех бюллетеней Это не должно повлиять на ранжировку остальных И упс, это не выполняется ни одной из рассмотренных систем вообще И в этот момент У вас должно закраситься подозрение, что разумной избирательной системы не существует И это подозрение правильное Есть теорема Arrow Которая гласит Что вот эти наши абсолютно разумные аксиомы Не могут быть выполнены одновременно Ну еще можно по-другому сформулировать то же самое В сильной форме В единогласии, что если все избиратели говорят, что А лучше, чем Б То А должен занять более высокое место, чем Б Ну казалось бы, естественно, да? Так вот, оказывается, что любая система Которая Не навязывает предпочтений То есть не имеет фиксированного победителя И не эквивалентна диктатуре То есть когда мы смотрим просто на один бюллетень и решаем, как в нем Должна нарушать либо единогласие Вот это правило Которое очень разумное Либо Независимость от посторонних альтернатив Тоже очень разумное правило Ну вот так-таки плохо Значит, на самом деле В реальных ситуациях используются разные избирательные системы Но для каждой из них можно придумать ситуацию Когда она даст Такой дурацкий парадоксальный результат Вот я рассказал комбинаторную часть А, еще есть одобрительное голосование У каждого избирателя есть произвольное количество голосов за Оно не универсально Потому что в этой системе Вы не можете сказать, что А лучше, чем Б А Б лучше, чем С Вы можете только сказать, что за этих я голосую А за этих не голосую вообще То есть все вот эти лучше всех вот этих Но дальше вы их отранжировать не можете Так тоже много где делают В принципе это разумно Да, там каждый избиратель думает Вот мне Васе и Петя нравятся одинаково Но Васе чуть лучше Но там есть еще такой ужасный урод Адольф Который мне не нравится Я просто чтобы имени на всякий случай не было в зале Вот Который уже совсем урод И вот я сейчас проголосую за Васю с Петей И не за Адольфа Но Вася там не нравился больше А вдруг тогда выиграет Петя А мог бы выиграть Вася А я тебя проголосую за Васю И не проголосую за Петю и Адольфа Но тоже плохо, потому что А вдруг у Васи было больше шансов, чем у Пети Все остальные все-таки Вот А мы теперь голоса разделим И Адольф победит Тоже в общем неаккуратненько Вот Значит это вот начинаются мучительные сомнения в этой ситуации Что я не рассказал и не буду Когда избиратели неравноценны Скажем у Вас есть акционерное общество И люди голосуют Там вес каждого избирателя пропорционален тому Сколько акций у него есть Значит там возникают другие проблемы Референдумы Когда выносится несколько вопросов сразу И надо про каждый проголосовать да или нет Ну например У Вас есть свободное место У Вас есть пустырь во дворе И Вы устраиваете референдум Надо ли сделать собачью площадку Ну конечно надо Большинство согласится, что собаки пусть лучше гуляют в отведенном месте, чем везде Надо ли сделать детскую площадку Ну тоже каждый согласится, что пусть лучше дети гуляют в отведенном месте, чем везде Надо ли сделать автомобильную площадку Ну, понятно, автомобилям надо же где-то парковаться. Все проголосовали за, и за первое, и за второе, и за третье. Пустырь только один. Голосование ни к чему не привело. Ну, еще одна отдельная такая достаточно экзотическая вещь. Когда голосуют за партии, в парламенте какое-то фиксированное количество мест, голосуют за партии, места в парламенте распределяются пропорционально количеству голосов, но вы не можете кандидатское место, депутатское более точно, поделить, значит, как-то дробно, да? Вот что делать с этим остатком, который не получается целочисленно поделить пропорционально голосам? Вот как распоряжаться этим остатком? Там есть разные системы, некоторые хороши для больших партий, некоторые хороши для малых партий. Вот это я тоже не рассказывал, просто имейте в виду, что такая проблема тоже бывает. А про что я сейчас расскажу, и мы плавно будем переходить в следующую историю, это джерримендеринг. Это такая чудесная вещь. Значит, представьте себе, что в деревне Пушкина имеется тысяча домов, значит, есть 10 членов совета этой деревни, которые ее управляют, ну и квота такая, что один член совета от 100 домов избирается. И жители этой деревни поделены ровно пополам. Половина любят партию реформ, половина любят партию прогресса. Текущее большинство в совете у партии реформ, то есть она будет определять границы избирательных участков. Вот как устроены вот эти десятки, а, извините, да, сотни, вот как распределить вот эти сотни домов, значит, по каким-то избирательным участкам. Для следующих выборов. Упражнения. Как составить избирательные участки так, чтобы в новом совете 9 мест из 10 достались партии реформ, которая эти участки определяла? Есть ли какие-нибудь идеи, как это сделать? А мы знаем, какие дома... Знаем, да. Ну, в деревне все-все знают, конечно. Те, кто голосует за прогресс, соответственно, в отдельную сотню? В отдельную сотню, конечно, да. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем 9 участков, которые устроены так. 55 за реформы, 45 за прогресс. На каждом таком участке победили реформы. Весь остальной прогресс победил в оставшемся участке. Да? При том, что голоса делились пополам, оказывается, что можно обеспечить себе абсолютное большинство. Вот как это получается. Вот это, например, Мэриленд. Избирательные округа 2 и 3. Вот избирательный округ 2, так уютно устроенный. А вот избирательный округ 3, да. Еще отдельное удовольствие избирательную кампанию вести. Вот если вы кандидат от избирательного округа номер 3, то вам надо вот все вот эти вот анклавы как-то объехать и придумать, что там интересное. На самом деле, в прошлом году была опубликована целая статья, в которой доказывалось, что деление на избирательные участки в Соединенных Штатах не случайное. То есть люди проверили, что ни при каком случайном делении вот того результата, который получался на каких-то из выборов, значит, не получилось бы. Ну, то есть, более лишь так, получилось бы очень безумно редко. Ведь это такой результат, который случайно получить тяжело. Реально, действительно, люди там лобзиком выпиливают эти самые избирательные участки ровно за тем, чтобы всех сторонников своего противника собрать в один участок. Бог с ним, там мы проиграем, зато все остальные будут наши. А это, например, город Новосибирск и Новосибирская область. Значит, мы знаем, что города обычно голосуют не так, как областные центры. Голосуют не так, как сельские районы в тех же областях. Это там много раз статистически наблюдалось. Значит, в Новосибирской области принята лепестковая нарезка. Она устроена так. Берется город Новосибирск, делится на четыре части, и каждая часть еще продолжается таким лепестком в область. Ну, понятно, что происходит. Голоса городских жителей размываются, и в каждом таком участке, мы бы считали, что в норме просто весь город определить отдельным участком, но там выбрали бы кого-нибудь не того. А здесь все хорошо получилось. И это еще более смешная система. Это город Балтийск в Калининградской области. Он состоит реально из двух, на самом деле, населенных пунктов. Города Балтийска и города Приморска. И, по-видимому, у них там какие-то политические терки. И одни не хотят, чтобы в Совете вообще были представлены... Кто там это в местных выборах, значит, как это называется, не знаю. Ну, в Совете местном каком-то. Значит, другие вообще были представлены. Поэтому все избирательные участки устроены вот такой кишкой. У них есть часть в одном городе, такой перешейчик, и часть в другом городе. Вот. И это геометрия. Геометрия. А дальше пойдет чистая статистика. Значит, статистика начинается... Ну, как всегда. Реально это, конечно, началось не в 2007 году. Люди и раньше это смотрели. Но вот это такая очень знаменитая картинка. Ее нарисовал Сергей Шпилькин, математик. Значит, это российские выборы. Каждая точка – это избирательный участок. По этой оси – это явка, какой процент избирателей пришло в этом избирательном участке проголосовать. А по этой оси – это, значит, сколько из них проголосовали за разные партии. Разные партии показаны разным цветом. И есть такое удивительное наблюдение, что чем больше народу пришло на данном избирательном участке, тем большая доля из них проголосовала за вот одну из партий. Почему так может быть? Ну, например, это то же самое в России по субъектам федерации, это то же самое в Москве в городской думе, это то же самое цвета немножко другие государственные думы 2011 года, и это то же самое нарисовано немножко по-другому. Я просто эти картинки дергал из разных мест. И я их тебе показываю просто, чтобы показать, что разные люди видели одно и то же немножко разными методами. Это то же самое голосование, это называется комета-плот, да, вот этот вот хвост кометы. Это немножко по-другому усреднено, но, в общем, то же самое. Значит, почему так может быть? Давайте посмотрим, что бывает в других. Ну, одно объяснение тривиальное, конечно, но, может быть, так может быть и по каким-то естественным причинам. Может. Вот, например, Великобритания. И это голоса за... Так, тот же самый график. По этой оси явка, по этой оси голоса за партию. И чем больше народу пришло, тем большая доля проголосует за консерваторов. А за лейбористов, соответственно, наоборот. Ну, и даже психологически понятно, почему. Значит, люди, которые голосуют за консерваторов, это положительные люди, там, исповедующие традиционные ценности, например, они ходят голосовать. Соответственно, если в каком-то месте оказалось больше избирателей и консерваторов, то там же и будет лучше явка. А лейбористы, а не левые, так сказать, чалопаи. Погода хорошая, ну его нафиг. В Израиле то же самое. Вот он, этот наклон. Это правые религиозные партии. Та же самая история. Более консервативные, более правые избиратели просто более аккуратно ходят на выборы. Норм. Ну, то же самое в Израиле, то же самое в Кнессике. В общем, тут много таких... В Бундестаге, в Германии то же самое. Причем, опять, консерваторы, тренд восходящий. А левые и зеленые, тренд понижающийся. Ровно та же самая ситуация. То есть это, на самом деле, универсальная вещь, действительно. На самом деле, бывают еще более смешные истории. Значит, смотрите, вот эта карта Польши. Цветная. И это результаты голосования. Красная – это такие более либеральная, значит, гражданская платформа. А синие – это более правые, такие более религиозные люди. Это вот правая и справедливость. Значит, и это, соответственно, результаты по воеводствам. Значит, а наложена на это карта Польши по состоянию на начало 20 века, до Первой мировой войны. То есть вот эти районы Польши относились к Германии. До Польши самостоятельного государства не было. Она была разделена после раздела Польши там еще в 18 веке в конце. Значит, это было царство польское в составе России. И вот видно, что эта граница на самом деле до сих пор жива. Сколько лет прошло. Вот это вот яркое, яркое либеральное – это Варшава и окрестности. Столица. Опять-таки, столица обычно либеральнее, чем районы. И это, похоже, очень картинка, только про Румынию. Опять, тут только другие цвета. Тут, наоборот, голубой – такой более либеральный, а красный – более консервативный, более правый кандидат и в президенты. Та же самая история. Вот это была Румыния, а вот эта часть трансливания входила в состав Австро-Венгерской империи. И до сих пор эту границу очень хорошо видно. Просто на карте современных политических предпочтений. Там на самом деле много таких чудесных карт. Вот про Польшу есть чудесная карта плотности железных дорог. Там тоже эту границу видно между Россией и Германией. Там есть чудесная карта Польши по плотности уличных сортиров. Ну, то есть по доле сортиров, которые не в домах, а на улице с его грибными ямами. Чего? Туалет. А! По площади туалетов в квартирах и сортиров на улицах. Хорошо, спасибо. Вот. Ну, давайте смотреть дальше, что мы видим в нашей ситуации. Что можно сделать еще? Можно сделать вот что. Можно просто посмотреть, сколько участков с данной ямкой. И что мы видим? Мы видим, что слева такая нормальная гауссово распределение. Колокол. А справа имеется какой-то такой хвост и еще к тому же зубцель. На участке с большой ямкой наблюдается вот такая-то не очень понятная картинка. То же самое на выборах президента было. Опять тяжелый правый хвост и зубцы. То же самое на разных самых выборах, они тут вместе сведены, значит, и Госдума, и президентские. То же самое. Это та же самая картинка, ведь похожая более точно. Государственная дума, да. Ну, что можно подумать? Что правый хвост, это какие-то, скажем, сельские районы, где люди там более аккуратно ходят на выборы традиционно. Не получается, если разделить на сельские и городские, и там и там имеется один и тот же эффект. То же самое в Москве. В Москве интересно. Вот в 2007 году этого эффекта почти не было. В городской думе. А в 2011 он уже внезапно появился. То есть он зависит от времени. И вот такого в других странах уже не видели. Явка вещь очень статистически устойчивая. Вот это в разных странах везде имеется такая нормальная, очень естественная гауссовая кривая. Скорее левый хвост немножко длиннее, чем правый даже. Опять-таки это много разных стран. В общем, везде производится одна и та же гауссовая вещь. То есть если первое удивительное статистическое наблюдение мы видели в разных странах, то вот это наблюдение, что в Явке имеется тяжелый хвост в области больших значений, что у нас слишком много участков, где проголосовало много народу. А вот это уже не воспроизводится. Это уже наша специфика. Это президентские выборы в Польше, Кмесе в Израиле, ну в общем все то-то самое. А что мы теперь можем сделать? Давайте изучать, какой вклад этого хвоста. Идея вот какая. Идея вот какая. Смотрите. Слева от максимума все эти графики выглядят одинаково. Но они разные высоты, естественно. Но везде имеется вот такое вот плавное падение. Справа они выглядят по-разному. Более точно так. Все партии, кроме выигравшей, они опять-таки имеют такой же плавный пад справа. То есть аномалия вносится только вот так, сказать, за счет победителя. Давайте мы сделаем вот как. Давайте мы, глядя на левые половинки этой гистограммы, определим коэффициенты, на которые надо умножать, во сколько раз оранжевая кривая идет выше зеленой, выше красной, и всех остальных. А потом правую часть вот этого графика для победителя восстановим из всех остальных путем умножения на этот кирпице. То есть мы как бы предполагаем, что левая часть графика в каком-то смысле отражает истинные предпочтения. и достраиваем реальность вот с использованием этого почтоположения. Мы реконструируем результаты победителя, глядя на результаты проигравших. И вот это розовое, это остаток. Это то, что, значит, вот что здесь нарисовано. Значит, синее, это все партии, кроме победителя. Оранжевое, это победитель. Зеленое, это то, каким были бы результаты победителя, если бы правая часть вела себя так же, как и левая. Да, ну, так сказать, просто вот каждая точка получалась бы домножением, если бы весь зеленый график получался бы домножением синего до константа. А оранжевое, это то, что получается, есть реальные голоса, наблюденные более точно голоса. Если от них отнять вот эти реконструирования, да, вот это вот та часть, которая создает вот этот тяжелый хвост. Ну и вот видно, сколько голосов приобретено за счет этого хвоста. То же самое на следующих выборах тоже выделение вот этой аномальной доли. То же самое на московских. Это то же самое по-другому нарисовано. Значит, еще раз, я уж не помню, да, это одиннадцатого года выбор, синие, это все, кроме победителя, ну, там одной партии выделенной. Красное, это то, что наблюдается. А вот это огибающее, значит, то, что было, если бы правая часть вела себя так же, как левая. А, соответственно, заштриховано, это то, что создает вот этот вот хвост, за счет чего он получит. Ну, то же самое можно сделать на выборах шестнадцатого года, вот это, тоже оранжевое. Дальше, если мы умеем оценивать вот этот клад аномальных голосов, то мы можем это сделать отдельно по региону. Дальше доступно, можно почитать отдельно для каждой области. и вот видно, где это сильно, где это слабо. вот мы с вами где-то вот здесь. Красное, это Москва, там в одиннадцатом году было прикольно. Вот. Ну, вот выделяются какие-то такие, если кто знает географию, можно сообразить, где здесь что. Другой человек сделал очень похожую вещь другой техникой. и оказалась ровно такая же картинка. Если по-другому немножко оценивать этот вклад аномальных голосов, то все равно он получает в общем, общее определение примерно такого же. Почему же так получается? Ну, вот, например, это Кабардино-Балкария, выбор одиннадцатого года, это избирательные участки прямо подряд по номерам, как на участковой избирательной комиссии. Значит, это ЯПА, и это проценты, набранные разными партиями. Значит, кажется, я вам что-нибудь удивительное в этой таблице, если вы видите цифру. Да. Я бы слишком большая. Ну, может быть, там люди дисциплинированы. Ну, большая, это правда. А еще? Вертикальные колонки стараясь права, она как-то очень одинаковая. Да. Вот, вертикальные колонки очень-очень одинаковые. На самом деле, еще вот это есть. Да, вот тут всегда 79 с копейками, тут всегда 20 с копейками, ну, или там без копеек, да, всегда почти одинаковые. А это разные участки, вообще говоря, то есть люди на разных участках очень-очень похожи. Хорошо, окажется ли вам что-нибудь странным на этой картинке, те же самые выборы по поводу Кавказа? Не, смотрите внимательно. там пару участков не ставят у меня. Посмотрите сюда. Вот эти должны быть вот здесь, да, тут везде должно быть 73-74, а вот эти должны быть вот здесь, здесь везде должно быть 19-20. Ну, вот похоже, что да, похоже, что... Мне очень интересно, что было в председателе этих избирательных участков. Мы просто перепутали граждан. Вот еще хорошая история. Значит, смотрите. Это... Делали вот что. Просто посмотрели, сколько народу пришло на избирательные участки. Сколько было бюллетеней. Действительно. И возьмем самые частые числа. Ну, можно же совпасть на каком-то избирательном участке, что пришло ровно такое же количество народу в получаемых причинах. И возьмем, значит, числа, которые встречаются в этом списке чаще всего. Вот полторы тысячи людей, ровно, ровно полторы тысячи, это не округление. Пришло на 12 избирательных участков. Ровно 200 человек пришло на 11 избирательных. Процентуры нет, так подряд идут эти числа. Ровно 1700 на 9. Ну и так далее. Вот. Вот такие бывают совпадения. Это наводит на мысль. А давайте считать последний цикл. А что нам здесь странно? Ну, числа какие-то очень круглые. Да, все на ноле кончают. Давайте посчитаем. Давайте посмотрим на последние цифры чисел. Просто в разных бюллетенях. Значит, если все случайно, то они все должны встречаться примерно с одинаковой частотой. Да, ноль ничем не лучше, чем любая другая цифра. Ну, так оно и бывает в Швеции, например. Да, это древесторические интервалы. И это сколько раз последние цифры встретились. Ну, берем для простоты только числа там трех- или четырехзначные, чтобы не иметь проблем с маленькими числами. Ну, и так все укладывается в древесторический интервал. Все хорошо. И это опять Государственная дума. Тут забавно. Тут много нулей. Довольно много пятерок. Они так не выходят за статистическую значимость. Ну, в общем, их много. А четверок зато не хватает. На четверок очень редко кончается. Ну, реже, чем случайно было. И на девятку реже, чем случайно было бы кончается. Я был научным редактором книжки Джорджа Элленберга «Как не ошибаться». Короче, очень книжка. Там часто здесь тоже глава про выборы. И там есть такой пассаж, что когда человека просишь назвать случайное число, то он очень редко назовет число, заканчивающееся на ноль. Потому что они подсознательно воспринимаются как не случайное. И если там взять 100 человек и каждого попросить назвать случайное число, то по идее на ноль должно заканчиваться примерно одна десятая. Ну, в смысле, 10 и 100. На самом деле ни фига. На ноль почти что-нибудь будет кончать. И вот он пишет, что вот разные люди использовали этот критерий, чтобы определять, что какие-то выборы сфальсифицированы. Потому что те, кто сфальсифицировали эти выборы, они пытались создать иллюзию того, что все случайно и нормально. И вот они эти числа скатяющиеся на ноль и на пятерку избегали. На что я не удержался и написал комментарий, что в разных странах по-разному. Там ссылка есть, я не сам придумал. Но это то же самое. Вот тут уже и пятерки тоже выскочили наружу, нулей совсем много. Дальше можно сделать следующее. Смотрите, вот мы видим такое распределение. и мы можем оценить, насколько оно маловероятно, если бы все числа были случайны. То есть оценить невероятность вот такого наблюдения в случайной ситуации. Ее можно просто померить там каким-нибудь стандартным критерием хи-квадрат, например. И вот что здесь нарисовано. Значит, точечки — это разные выборы. Красные — это президентские, синие — это думские, и это, значит, это водрин. И это вот невероятность наблюдаемых результатов. И видно, что, значит, что видно, во-первых, что выборы в Госдуму, они менее невероятны, чем выборы президента. Но это вроде соответствует каким-то таким естественным ожиданиям. Видны вот эти тренды, что чем дальше, тем хуже. И вот в 2012 году, если бы этот тренд продолжался, то он должен был бы опереться куда-то сюда. А тут наблюдаются резкие изломки. В 2012 году, значит, невероятность была такая же примерно, как в 2000. Да, сейчас другое. Опять, если кто-то помнит, что происходило зимой 2011-2012 года, то можно сообразить, ну так, предположить, почему так получилось. Кто не помнит, спросите, или там не знает, спросите у родителей. Вот. Внезапно невероятность резко упала, да? Выборы стали больше похожи на такую более естественную выборку. Те же самые нули видно другим способом. Опять, это гистограмма голосования за партии. И вот видно вот эти вот пики, да? Если меня это посмотреть, это проценты. То есть, опять, вот, на каких избирательных участках проголосовало ровно такое, ровно такой процент избирателей. Это еще лучше, это видно вообще в одну тысячу процента. Вот видны эти острые пики. Если посмотреть, куда они попадают, они попадают на 50, 55, 60, 65 и так далее. Тут тоже это хорошо видно. Но там надо это делать немножко аккуратно. Значит, если это рассматривать под лупой, вот откуда берутся эти пики? Ну вот, например, Башкирия, 11-й год, Башкортостан, 11-й год. Вот есть так, значит, красный, это наблюдаемые результаты, голосование, опять-таки, на партию победителя, черное, это за вторую партию, значит, по числу голосов. И вот виден этот пик на 75 процентах, очень острый. А откуда же он берется? А вот если убрать город Стерлитамак, то он возвращается на место. То есть вот в Стерлитамаке люди очень любят 75 процентов. А во всем остальном Башкортостане нормально. Там такой вот, к трем-четвертям такой нечеловеческой любви нет. Ну это тот же самый Башкортостан, вот он этот пик на 75 процентах опять. Можно подумать, что это влияние каких-то вот таких вот особенных мест. Я показывал карту вот этих аномалий и видно, что они где-то сильнее, где-то слабее, что может быть эти пики возникают просто за счет того, что мы суммируем данные сразу по всем регионам. Не получается. Можно убрать такие самые выдающиеся области, а пики на десятках и пятерках процентов все равно сохранятся. Но это то же самое значит на разных выборах. Это лишний, значит, избирательный участок с круглыми процентами, но бог с ним уже. Опять, мы можем посмотреть, просто какая доля избирателей попала в эти пики и посмотреть, соответственно, где эта доля высока. И оказываются все те же самые пятна. Вот если вы сравните эту карту, а, у меня нет этой картинки, то эти пятна окажутся все в тех же местах. Иногда получается забавная арифметика. Вот Саратов. Это ябка. Вот он, печок удивительный на 64,3%. Это голосование за лидера. Вот он опять печок на 62,2%. Совершенно не круглые цифры, значит, числа. Совершенно непонятно, почему надо любить 62,2%. Как это такое, их надо перемножить. И у вас получится ровно 40% от числа зарегистрированных избирателей. С точностью до большого количества нулей. И это референдум 2014 года в Севастополе. Там тоже. Там ябка была 89,5% с точностью до 10 тысяч. Голосовали за вхождение. Эти нули настоящие. Это не отругления, а это те нули, которые реально получаются из даты. На самом деле вот эти 89,5% посчитаны с точностью до человека. Это ближайшее целое, что можно, если людей только не пилить. Вот. Там еще другая смешная история про действительные бюллетени. Тут такая арифметика, что когда обработали 75% участков, их было 1,1%, окончательно было 0,72%. Если вы теперь попробуете решить арифметическую задачу и посмотреть, сколько было недействительных бюллетени, на 25% участков, которые посчитали между этим и этим, то оно кажется отрицательным. Ну иначе просто не бывает. Вот. В этой самой, в Донецкой Республике те же самые нолики. 24,999, но это понятно, это округлили с точностью до человека в другую сторону. тут я хочу сделать оговорку. Это лекция не про политику, это лекция про анализ данных. И то, что я вам рассказываю, это вот такие удивительные, безумно интересные статистика данные, которые можно изучать с разных сторон. Можно смотреть в точке зрения разных критериев, на что они похожи. Есть такая чудесная вещь, которая называется КАИП. Комплекс обработки избирательных бюллетеней, если я правильно понимаю. Если кто-то ходил на выборы, я не знаю, как впущено, значит, такие, ну, сканеры фактически приделанные к избирательной урне, вы не кидаете бюллетень в урну, а вы засовываете его в этот сканер, сканер его автоматически пропитывает. Вот Государственная дума. Красные, тут у меня все перепутано, кстати, синие это участки с КАИБами, а, ну нет, все правильно, да, синие это участки с КАИБами, но тут нормальное более-менее гауссовое распределение, никакого тяжелого хвоста нету. Ну, там чуть-чуть что-то такое болтается, но в общем не серьезно. А весь этот вот хвост с правой стороны возникает за счет участков, на которых КАИБов не стоит, где просто бюллетеньки даются в урну, никакого сканера. А это 2008 год, опять синие это участки без КАИБов, с КАИБами, извините, да, я это говорил. Синие это участки с КАИБами, а вот это все это участки без КАИБов. Это Госдума 11-го года, ну то же самое, это без КАИБ, это с КАИБами, это без КАИБов, еще то же самое, да, значит, это вот удивительный эффект сканера, который присобачен к электронному, к ящику для голосования, да, он сильно влияет на результаты. Кто еще влияет на результаты? Еще бывают наблюдатели. Значит, наблюдатель, это такой человек, который может сделать следующее, он может после окончания подсчета голосов сфотографировать протокол и отправить в там ассоциацию голос, который это коллекционирует. Но она не просто коллекционирует, она потом справнивает с теми результатами, которые от этого же участка попали в Центральную избирательную комиссию. Данные по каждому избирательному участку опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии. То есть у нас есть протокол после завершения подсчета голосов на избирательном участке, который сфотографировал наблюдатель, и есть, значит, те данные, которые занесены в базу данных Центра избиркома, по которым, собственно, окончательный подсчет проводился. Вот, например, Нижний Новгород. Это явка, это результат победившей партии на этом участке. Каждый кружочек — это участок. Видно основное облако и видно какие-то точки вот здесь отдельное. Красное — это те участки, на которых были наблюдатели. И это по данным наблюдателей. Здесь просто наблюдателей не было. Красненькие — это там, где наблюдатели были. А теперь это те же самые участки, где были наблюдатели, но только по данным Центра Сберкова. Серые точки остались как были, нечего сравнивать. А красные кружочки — вот они все радостно уехали. Тут они уехали по диагонали. Одновременно увеличилась и явка, и процент голосов. А в Москве ездят по-другому. Опять, зеленые — это результаты наблюдателей, красные — это результаты ЦИК. В Москве ездят наверх. Явка остается как была, а голоса перераспределяются. В Питере. В Питере тоже ездят наверх в основном. А вот в нижнем ездят направо. Ну, вот и по диагонали. И это такая очень парадоксальная история. Значит, тут нарисовано вот что. Значит, каждый избирательный участок — это полоска. Она состоит из красной точки и синей точки. Вот здесь красная точка и синяя точка. Красная — это результаты на выборах Госдумы 11-го года. Синяя точка — это результаты на выборах президента 12-го года. Прошло полгода. Мы увидели там на всяких предыдущих картинках, что на президентских выборах обычно и явка больше, и процент победителя больше. Так было всегда. Это, в общем, ну, такая тоже довольно ожидаемая. И вот эти, которые показаны голубым, там как и получилось. Вот это облако результатов на выборах Госдумы. Там явка в районе 50-60 процентов, голоса в районе 30-40. И это на тех же участках результаты на президентских выборах. А зеленые, они очень парадоксальные тоже. У них была не человеческая явка там в районе 70-75 процентов на выборах Госдумы. И результаты были больше половины. Вот здесь, да? А на президентских эти люди как-то расстроились, перестали ходить на выборы и стали голосовать, значит, против победителя. Ну, опять, если вспомнить, что происходило в Москве между этими двумя выборами. Выборы 12-го года в Москве были действительно очень чистыми. Там все участки были закрыты наблюдателями практически. И все приехало сюда вот в середину. Никаких хвостов теперь больше нету, а есть просто такое, ну, нормальное, так сказать, распределение Гаусса, вот там по обеимойся. Все хорошо. И это цитаты, ну, их можно просто прочитать. Это старая цитата 11-го года, ну, 11-го-12-го. Вот. Ну, это всегда интересно, что было сейчас. Это выборы 18-го года, ну, те же самые, значит, зубцы. И эта разница, там еще люди начали делать вот что. Значит, поскольку на каждом избирательном участке стоит телекамера и все это снимается по закону, то люди занимаются вот чем. Они просто сидят и считают количество людей бросить в бюллетень. Просто кликером. А потом сравнивают с данными по явке, которые получаются вот с Центральной избирательной комиссией. Ну, это вот по разным регионам. Значит, вот синяя не это реальная явка, а, значит, суммарно это вот-вот-вот висота столбика отсюда такая явка, которая официальная. Так можно посмотреть, где сколько нахлобучилось. Та же самая картинка в городе Грозном. Значит, вот эти вот. Там, где были наблюдатели, там есть диапопуляция участков. Это просто номера избирательных участков. Никакого смысла, так сказать, глубокого. Тут нет, они просто попорядочены. А это явка. И видно, что есть две популяции. Одна популяция живет в районе явки примерно 50%. Вот она. Другая популяция живет в районе явки 90%. И, значит, там, где это удалось посчитать, ну, вот видно, что они в некоторые участки прыгают из одной популяции в другую. Еще раз. Серые. Серые, но там просто не было, не посчитали. То есть, цветные, это там, где посчитали, а серые, там, ну, только одна точка, не о чем сразу. Ну, это любимый Башкортостан. То же самое, это выбор 18-го года тоже. Там Свердловская область находится рядом. Там чистый гаусс. Никакого ничего удивительного нет. В Санкт-Петербург. Тоже. В участке с Каибами и без Каибов. С Каибами вот тут чистый гаусс. Сюда не надо смотреть на маленькие участки, очень специфические, там, больницы, тюрьмы. Значит, это на 100% неинтересно. Вот. Значит, не удержались. Там, где Каибов нет, вот имеется такой вот третик. И сейчас, Марк, я сейчас минуту партнется. Пойду и допросить. Я и Юрьевич. Мы начали позже. Вот. Это, значит, президентский выбор. В общем, даже самые истории. Те же самые регионы, по большому счету. Да, вот это 11-й год, а это 18-й. В общем, тоже странная слипция. Ещё чудесные цитаты. Значит, вот это вот. Запомните вот эту цитату. А это тоже цитата священник Цихи. Вот эту вот. Вот эту метку мне нравится. Ого. Обители алтайский край. В общем, они там сравнивали, значит, ругали тех, у кого гаусс не получается. И последняя самая история. Дальний Восток. Опять. Это просто номера избирательных участков. Это доля процентов за, наверное, повторные выборы, значит, доля процентов за человек, который там, результат, стал губернатором. Опять видно в ее популяции. Где-то вот так, а где-то вот так. Почему же так получилось? А потому что вот. Давайте мы их распределим не по номерам, а по времени, когда завершился подсчет голосов и данные были занесены в банк. И вот оно это время. Вот оно течет. Вот они все живут вот в этом районе, да? Потом что-то, значит, вот что-то случилось. И те, кого посчитали после пяти утра, они все оказались вот тут. Ну, трудно было считать, много. Вот. Там, на самом деле, еще чудеснее. Потому что это участки с Каибами. У них по идее все должно быть хорошо. То есть мы посмотрим на эти Каибы, то вот это нормальный бюллетень, а это такой вот странненький. На кубочки по-разному написаны, форматирование там сдвинуто немножко вот. Вот здесь тоже, значит, форматирование сдвинуто. То есть Каибами, по-видимому, борются просто с печатанием этого бюллетеня в партии или где-то такое. Ну вот. Ну, собственно, все. АПЛОДИСМЕНТЫ А это так, статистика великой. А если вы хотите следить за Кривой Гауссом, у вас вырезает что-нибудь другое. Это такая вот борьба, ну, как иммунитет с патогеном, да? Так сказать, там, патоген приспосабливается, а иммунитет тоже. Вот. Спасибо большое, Михаил Сергеевич. Еще раз можно сказать спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть ли у кого-то вопросы? Я думаю, что парочку вопросов мы можем, наверное, задать. Нет? Вопросов нет? Все. Подождите, не уходите, пожалуйста. Михаил Сергеевич, у нас суперпостоянный мамонт, поэтому, наверное, футболка запиша у него есть, но она есть красного цвета. А теперь будет черного цвета. АПЛОДИСМЕНТЫ А это, если вы вдруг проголодались, да, это мамонт. Спасибо. Приезжайте к нам еще. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ